МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Начали коротко о главном. Вслед за подорожанием топлива растут в цедни и услуги. Проезд на автобусе метан теперь стоит 15 рублей. Два миллиона учебников для Дагестана. На эти цели из федерального и республиканского бюджета было выделено более 800 миллионов рублей. Мал да удал. Юный инженер из Зинцикольского района воплощает в жизнь свои идеи и фантазии. На некоторых маршрутах царицы подорожал проезд. Теперь из Махачкалы в Каспийск на автобусах метан можно доехать за 15 рублей. Также повысилась стоимость проезда маршрута номер 44. Вслед за автобусами поднялись цены и на проезды в троллейбусах города. В Управлении промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Махачкалы все это связывают с повышением цен на топливо. Отметим, что стоимость проезда в городских маршрутах пока остается прежней. В Каспийске несколько человек, в том числе и дети, госпитализированные в больницу из-за отравления угарным газом. Произошло это в одном из частных домов садоводческого общества «Весна» в результате нарушения правил эксплуатации газовых приборов. Минздраве республики сообщает, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетней девочки в результате пожара. Напомним, 19 января в одном из частных домов Махачкалы по улице Мамитбекова возник пожар, в результате чего 14-летняя девочка скончалась. Ее брат и дедушка с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу. В ближайшее время будет проведен ряд судебных экспертиз для выяснения причины произошедшего. Все 40 кандидатов на пост мэра Махачкалы допущены ко второму этапу конкурса. Как сообщают в администрации города, в ходе первого этапа конкурсная комиссия никого не отклонила. Все подавшие заявления кандидаты пройдут собеседование и представят свои программы во втором этапе, который стартует 22 января. В Госдуме предложили списать россиянам все долги по ЖКХ. С такой инициативой выступил депутат от КПРФ Алексей Куриный. По мнению парламентария, списание невозвратных долгов избавит от необходимости проходить огромные судебные процессы. Куриный напомнил, что их невозможно списать даже через суд. В случае подобного обращения, ответчик заявит о применении исковой давности. По данным Федеральной службы судебных приставов, долги россиян за ЖКХ составили более 4 трлн рублей. Средний размер задолженности – 92 тысячи рублей. Госномера на автомобиль в скором времени можно будет получить только по месту прописки. Ограничение понадобилось МВД для прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины. Нововведение заключается в том, что при постановке автомобиля на учет подразделение ГИБДД возможно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован автовладелец. Ожидается, что данный проект документа вступит в силу вместе с законом о государственной регистрации транспортных средств 4 августа 2019 года. Более 2 миллионов учебников купили для школ Дагестана. На эти цели было направлено более 600 миллионов рублей из резервного фонда правительства России и еще 220 миллионов было выделено из бюджета республики. В школы книги попадут после того, как завершат процедуру нанесения номеров и голограмм. В ходе проведенной инвентаризации в библиотеках было найдено большое количество неиспользуемых учебников. Все они были изъяты и перераспределены по школам. Копия гидроэкскаватора из картона и шприцов, мультипликационные фильмы из пластилина и даже самоходный военный кораблик. Юный Магомед Ахмедов создает увлекательный продукт сам, без чьей-либо помощи. Все, что даже в своих фантазиях не берутся, представят себе взрослые, по-настоящему конструируют дети. Наш корреспондент Патимат Ханапова побывала в Ансукульском районе и удивилась полету детской мысли. Есть слово. Уроки физики 12-летний Магомед еще не проходят, однако в этой науке он смыслит даже больше, чем любой старшеклассник. Своё первое изобретение – гидравлический экскаватор он собрал еще год назад. Деревянный картон и шприцы – все, что понадобилось школьнику для создания точной копии погрузочной машины. Вода из одного шприца накачивается в другой шприц и с помощью этого двигаются части экскаватора. Здесь каждый шприц отвечает за определенное действие – загрузка и разгрузка ковша, поворот платформы, а также подъем стрелы. Все как у настоящего экскаватора. Работает машинка по законам гидравлики, науке о движении и равновесии жидкости, продвижении воды по эластичной трубке и позволять совершать разные манипуляции. Сам по себе очень уникальный ребенок. Удается, можно сказать, фактически все ему. Но в большей степени, мне кажется, у него развито логическое мышление, поэтому он больше всего успевает по математике. И на уроках математики, вот сколько посещаю, он постоянно раньше всех выдает ответы. Даже не успевает записывать, но ответ у него уже готов. На этом способности и увлечения Магомеда не заканчиваются. Он также интересуется еще и пластилиновой мультипликацией. Лепет разных персонажей и путем по кадровой съемке создает анимационный фильм. Чаще сюжеты героев придумывает сам, а иногда проходит по уже известным нам всем картинам. Сделаю один шаг, останавливаю еще один шаг, покадриваю каждый шаг. Но таких маленьких животных это было делать сложнее, потому что не видно ног. Их надо двигать по маленькому. Так надо было снимать очень много кадров, чтобы получился хоть один отрывок из мультфильма. Магомед также коллекционирует головоломки. Любой приезд в Махачкалу признается он для него желанный. Там он может приобрести самые разные формы кубика-рубика, которым он увлекается, кстати, вместе со своими друзьями. Говоря о мечтах и планах, юный инженер признается, что очень хотел бы профессионально обучаться конструированию, ходить в школу дополнительного образования для детей, конториум. В Дагестане немало именитых спортсменов, которые прославили республику далеко за ее пределами. Это послужило неким стимулом для дагестанской молодежи, которая сегодня усиленно занимается физической культурой. А для этого сейчас в республике есть все условия. Так, в Махачкале на один спортивный зал стало больше. На открытии фитнес-центра присутствовали профессиональные бойцы ММА. Все подробности в материале Камиля Девятого. Спортивный клуб «Премиум» расширяет свои границы. Территория зала составляет полторы тысячи квадратных метров. Для любителей спорта и здорового образа жизни в этом центре есть все. Здесь созданы условия, чтобы занятия спортом были в первую очередь максимально эффективными, комфортными и просто приятными. Церемонию открытия посетили общественные деятели, депутаты и известные спортсмены. В первую очередь хочется поблагодарить, кто способствовал этому залу, кто помогал открыть зал, кто спонсировал. Благодаря таким людям, как они, в республике развивается спорт. Спасибо, что пригласили. Парково-оливатур, что он во всем поддерживает. Я уже давно знаю, что есть такой человек на туре. Зал бомбой, ческать. Парково-оливатур. Всех вас. Премиум фит. Четыре года в спортивной индустрии. Это не много и не мало, как утверждает руководство спортивного клуба. Задача была поставлена развиваться и расти дальше. И вот результат. Один из самых крупных спортивных клубов на Северном Кавказе. Зона кроссфита и зона единоборств для оттачивания навыков ведения поединка. Когда мы только открывали свой спортивный клуб, это был 15-й год, и тогда занятие кроссфитом не было столь популярным, как сегодня. На сегодняшний день кроссфит набрал и набирает большую популярность как среди профессиональных спортсменов, так и среди тех, кто хочет держать себя в форме. И мы решили расшириться и открыли кроссфит-зал и зону единоборств. Клетка для ММА, отдельная зона для единоборств – все это рядом как для новичка, так и для профессионала. Лично на себе. Все преимущества нового зала испытал боец смешанного стиля Мурат Мачаев. Тренер очень хороший здесь, честно говоря, я с Абдулой работаю, он очень хорошо дает ударную технику, тренировки по ударной технике, и мне все понравилось. У нас есть небольшая недостатка в Дагестане, недостаток таких оснащенных залов, и этот зал один из тех, в котором есть все для того, чтобы хорошо тренироваться. И у нас мало залов, где есть такой октагон, клетка для ММА, где можно проводить контрольные спарринги, которые обязательно нужны перед боями. Я просто вот не вижу, чего здесь нет, здесь на самом деле все есть. Может, чего-то не хватает, но я этого не вижу. Ну, вроде все есть, все условия и для любителей, и для профессионалов. В этом зале я вижу, что все удобства для развития как бы есть, и клетка есть, и зона кроссфита есть. Все необходимое есть, для того, чтобы заниматься уверенностью, можно сказать, что мы будем приходить сюда. Я думаю, с открытием этих залов наши бойцы станут намного лучше. Кроссфит пришел в нашу жизнь, и считаться с ним нужно, утверждает старший институт Анзор Гаджиев. С появлением в зале специального оборудования и Америка не нужна. Выносливость можно натренировать в родной Махачкале. Здесь работает тело, пресс, спина, руки свободные, как веревки. Ранинг называется, он имитирует уличный бег. Здесь работают, ну, все части, заднее бедро, поверхность бедра, переднее. Вот, например, на обычном тренажере задняя поверхность бедра не работает, потому что ты не отталкиваешься от нее. А это имитирует уличный бег. Как ты механическая, как ты бегаешь, так и она. Спорт для всех. Кроссфит нелегкое занятие, но новичкам тренера идут на уступки. Болл-болл называется на английском. И кидаем мяч. Тоже для начинающих тренажер, 6 килограмм. На территории клуба премиум фит любой найдет занятие по душе и поддержку специалистов. А набрать хорошую физическую форму остается делом времени. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Дагестанцы выиграли 4 бронзовые медали на чемпионате России по греко-римской борьбе. Эти соревнования завершились сегодня в Калининграде. Лишь одна из этих наград пошла в зачет республиканской сборной. Ее обладателем стал Мелад Алирзаев. Он в последний день турнира в малом финале сломил сопротивление Руслана Гусейнова. Накануне на третью строчку пьедестала поднимались воспитанники ростовской школы борьбы Магомед Ербилов и Рамазан Абачараев. А еще одна бронза в стартовый день была на счету у Анвара Алахьярова. На соревнованиях этот классик представлял Москву. Семь медалей разного достоинства завоевала сборная Дагестана по настольному теннису на чемпионате СКФО. Соревнования округа проходили в Нальчике. Там наши спортсмены стали обладателями пяти серебряных и двух бронзовых наград. В командном разряде дагестанские теннисисты заняли второе место. Все медалисты отправятся в Москву на чемпионат России, который состоится в марте. У меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok